Друзья, всех приветствую! Добро пожаловать на мой канал. У нас новая рубрика подкасты и впредь мы будем вас также знакомить с нашими футболистами. И хотелось бы начать очень громко. И сегодня гости нашего подкаста, секс-игроки и экс-игроки сборной Казахстана, Айбул Абекен и Дмитрий Батчик. Добро пожаловать, ребят. Я хочу, чтобы вы максимально расслабились и чувствовали себя комфортно, потому что это не интервью и не буду спрашивать, не знаю, кто ваш первый тренер. Просто, ребята, я хочу сказать, добро пожаловать в нашу команду. И как вы вообще попали в нашу команду? Расскажите. Потому что у нас очень много хейта по поводу того, что, мол, мы загубили Айбул Абекена или же задурили Дмитрия Батчика. Он должен играть в премьер-лиге, но он сейчас в медиафутболе. Так и есть. Загубил он нас, да? Чё здесь такое? Давайте, ребята, ваши комментарии. Меня зовут Дмитрий Батчик. Но я по-другому участвовала, когда вы играли в командировании. Вы играли в для себя. Сейчас вы играли в команду на Electronic Arts и я сбрасывала крутой командой. То есть, вы играли в команду, когда вы играли в футбол, знаете, избегают. Вы играли в команду, и я начинаю играть в команду, у меня играть в команду. Я могу играть в команду. Да, да. Димка, ну вот ты Дай свои комментарии Тебя я лично приглашал Или как? Загубил ли я тебя? У меня получилось, что Поехал в Македонию Там С ТМС проблемы были Меня не смогли заявить Я там в Сербии Переждал немного Думал, другие варианты появятся И в итоге списался с Айвой В дальнейшем потом уже Списались с тобой И сразу приехал сюда Получается я Агент его Получается так, да Но почему ты выбрал Именно вот Медиалигу Нашу команду? Ты же мог в принципе Поиграть Не знаю там где-нибудь Для себя поддержать форму Или как? Ты считаешь, что Медиалига Выше чем, не знаю, наша Вторая лига, первая лига Казахстана Да Неплохой уровень Много кто Поигравший здесь Во всех командах почти есть Кто играл В уровне российской Премьер-лиги Там многие Поэтому решил, что Неплохой вариант будет До зимы здесь Подержать форму Побегать А там уже дальше Ну По Айболу Я хочу сказать То, что Когда у нас Проходил первый сезон МФЛ Я часто Видел, как он По видеозвонку Разговаривал с Куаныш Советом Но я ему каждый раз Говорил Блин, давай к нам Давай к нам А на тот момент У него были Неопределенности Вы сами понимаете Сейчас Айбол К сожалению На 4 года Остается без футбола Но Мы как команда Хотим ему очень помочь Чтобы он Был в форме И Конечно же Мы Очень надеемся На то, что Вместе с СДФэмили Я ему обещал, что Он выйдет в Казахстанскую Премьер-лигу Будет капитаном Этой команды А пока С нами вместе В медиа-лиге И Айбол Как тебе уровень Медиа-лиги Ты поиграл На уровне сборной Казахстана И на Еврокубках Люди думают Что это клоуна Скажи сам Нет Медиа-лиганы Деньги Оте жоғары Ишна керек Біздин Бірнші лиган Медиа Тен Нәтижеде Тен Дәрежеде Отеутын сяқты Ойындар Бәр Оңай Ойындар Жоғ Бәрі Киын Негізі На жерде Ойнап жөрсен Деп Узің Формаңды Дейді Жоғыт Полғада Болатын сяқты Деньги Жоғары Дима Ну по тебе Вообще Ладно Мы с Айболом Практически Запланировали Нашу совместную Жизнь Можно так сказать Потому что После Медиа-лиги У нас есть проекты В котором он нам Очень нужен Уже Айбол стоит отметить Он у нас уже Поработал Поприсутствовал В нескольких проектах И в дальнейшем будет А по тебе Мне очень Интересно Болельщикам Интересно Ты в СД-фэмили Надолго Или же Чисто так Перекантоваться На время Не ну Вначале я планировал Чтобы До зимы побегать Подержать форму Тем более Давно слежу За Ну тоже За медиа-лигой Ну а зимой Уже будет видно Что у меня Появятся какие-нибудь Варианты Ну где я буду Дальше Получается Сейчас у тебя Нет вариантов Я так понимаю Да или как Вот открыт Можно сказать Так да Что не получилось Даже в первой лиге Казахстана Нет А у меня какая-то ситуация Прошла же Я считаю В начале августа Ушел с Аксу Да Кстати Кстати Стоит отметить То что Айбол, Абикейн И Дмитрий Батик Были в одной команде То есть в премьер-лиге В команде Аксу И самое главное Димка у нас Играл в Испании Да Вот тоже Где вот честно Я не углублялся Но Какой команде Побленцы и антикерри И вот У меня считай Я В начале августа Получилось Что ушел с Аксу А Из-за чего Из-за чего ушел Там неприятная ситуация Ну говори как есть Мы же здесь для этого И собрались Что поговорить С Айбола началось С Айбола началось Не ну реально Из-за футбольных моментов Или же Можно сказать Там все вместе И Считай Я в августе В начале ушел А в конце июля Я сыграл В кубковую игру После закрытия окна И в Казахстане Я не мог Нигде Играть Понял Я не считался Свободным агентом В Казахстане За рубежом Не смог Тоже Ну я вот поехал Считай Заявить не получилось Пришлось Вернуться Про Диму Я вот часто Слышал То что Это молодой Дараваня Который там Капец стрельнет Стрельнет Тебе уже 21 Реально Ну ты играл Получается Сколько ты матчей Сыграл в молодежную Сборную Казахстан Трудно будет Почти Ну нормально Да Айбол А ты сколько Сыграл За национальную сборную Кроу Некой Гол Легендарный Гол Ворота Сборной Албании Центрополь Ребята Если честно Сказать Блин У нас Суровые реалии В казахстанском Футболе То что У меня тоже Ситуация Там Ну не как у вас У меня Хуже Я считаю Что Просто получил Травму Сделали операцию Никому Не нужен Сам лечись То есть Дальше живи А как Как вы все знаете Что футболисты Я считаю Что это самые Беспомощные люди Представляете Да мы с детства Там На все готовое Там за нами убирают Нам кушать готовят Там Все условия Всегда все готово А тут Тебе нужно идти работать Руками что-то делать А это очень тяжело И в этом вопросе Я хочу Вот именно Вот Мужики Что вы понимали Что Я лично И SDFamily Мы вас поддержим И Дима Ну Я тебе лично Вот тоже Хочу Перед камерами Сказать То что Раз уж ты мне Помогаешь Я обязательно Тебе тоже помогу У тебя вообще есть агент Ну у меня есть И кто помогает Да Ну хреново Помогает Был Что блин Ну реально Да Айбл Расходит Ультрамеселый Они просто не успели Айбл Не ну не успели Был Ну да брат Если захотеть Можно все успеть Правильно Ну реально Не ну там Проблемы федерации были С регистрацией Там пять легионеров Со всего чемпионата Не получилось Понятно Айбл Ну по тебе брат Какие планы На будущее у тебя Что ты вообще Видишь в будущем Какого было Остаться без футбола Вот на четыре года Вот ты не давал Большие комментарии После этого Я и не хочу Чтобы ты там Что-то комментировал Но просто скажи Вообще Что ты сейчас Чувствуешь И в дальнейшем Как ты себя видишь Кем видишь Не ну конечно Не ну конечно Так сухо Ребята видны Футбольные Такие же Так пару Пару слов И блин Реально Надо чуть-чуть Более Чтобы болельщикам Было понятно Но Димка Ну у тебя планы Ты говоришь После Нового года Все уже Дальше А если Возможно же такое Ну я Еще раз говорю Я обещаю Что тебе помогу Если ты ко мне Обратишься Но в целом Такое же может быть Что ты Опять же Никому Не нужен будешь Там Возможно у тебя будет Вариант чисто В казахстанской Первой лиге Ну ты будешь Продолжать дальше В первой лиге Лучше Не знаю Пойдешь работать Или как-то Да Ничего хотелось бы Конечно поиграть Да Вообще Еще один такой момент Большой То что У нас У футболистов Ну хорошие зарплаты Да В примере Я считаю Что По крайней мере У меня Было Все нормально С условиями В свое время И У вас Надеюсь Что тоже Вы можете Даже прокомментировать Если есть такая возможность У вас какая зарплата была Это у меня Серьезно? Ну Дима Дима Можешь сказать? Нет Тоже Да Да Коешь? Может быть Айбол Если ты меньше Получал То Я тоже Не сказал бы Что я прям Большие деньги Получил Ну хорошо Давай Вот возьмем Вот вы мне просто Скажите Да или нет Окей Это же интересно Болельщикам нашим Правильно? Ну Три миллиона Гораздо Не получил Нет Да Гораздо Меньше Минай Поймешь Не знаете Айбола Где-то Было так Ну Если посчитать Где-то Там Интервал Три-четыре Ну я не скрываю Потому что Я закончил С футболом У меня Раньше Была зарплата Полтора миллиона Теньги Это Получается Десять тысяч долларов Ну и Семь-восемь Получал Да Вардабасы И так далее И После того Как я закончил С футболом Блин Реально было тяжело Идти работать В госслужбу За тысяч Семьдесят Ё-моё Ребята Это нечто И я вам Этого не хочу Чтобы вы это чувствовали Я тем более После свадьбы Капец Там Без денег Это было очень тяжело Я понимаю Что Что чувствовал Айбол По крайней мере Потому что он тоже Семейный человек По-любому Он никогда Не мог подумать Что все может так Вот Да Сейчас еще ребенок Появился Не ну реально Да Ну вообще Айбол После того Как это случилось Тебя Кто поддержал Есть такие люди Возможно Ты можешь Передать большой привет Или кто не поддержал Прокомментировать Эту ситуацию Не ну если Типа Они этого заслуживают Мне кажется Стоит Рассказать И поделиться Как это было Немножко Немножко Так что, родственники — в будущем, у меня была в будущем, чтобы помочь, с того что с вами к тебе к шумау просто, он не будет улажен. Но это отслеживание, родственники — он был в будущем, с одним из моих родственников hoop, это только для своих родственников, ребят, и смотреть наши дети. — Конечно, то, что ты, брат, я говорю же, там, мне, знаешь, вот я почему вот именно сразу же там тебе написал, помнишь, да? Потому что я ещё раз говорю, что я тоже через это проходил, но тоже закончил футбол, никому не нужен, и это очень тяжело. И я могу тоже сказать то, что когда были... Я раньше был, реально, ну, я не скрываю, да, вот я был жёстким распиздеем. Я, честно скажу, ну, много чем увлекался, там, ну, деньги портят, да, молодого футболиста, у которого, прикинь, там, просто на голову свалились деньги. Я, в принципе, да, хоть и молодой был, там, в первой лиге получал 250 тысяч деньги, это по тем временам хорошие деньги, там, полторы тысячи долларов было, да? В плане того, что когда ты теряешь это всё, блин, и когда вокруг, когда есть деньги, там, девочки, друзья, там, да, которые, там, фальшивые, а в моменте, когда у тебя, там, нету денег, там, и всё равно же, там, это жизнь, что скрывать? Ты обращаешься к кому-то, там, уже где-то теряются люди, и я это всё прочувствовал, я подумал, блин, ну, не то, что айбол, это не означает, что у тебя, там, такие друзья, или, там, тебя такие люди окружают, но всё равно я считаю, что когда ты немного, там, падаешь, ноги уходят, и в данном случае, Дима, вот, у тебя всё впереди, реально, да, и самое главное, чтобы ты верил в себя, тоже двигался, ну, и у тебя вообще, ты агента можешь назвать имя? Кто тебе агент? Это Бахтия Романов. Кто? Бахтия Романов. Это... С Россией. С Россией? Да. Сондықтан, шын жүректен бізге қолдау көрсетіп, сеным артқан 1xbet компаниясына алғыс білдіреміз. Спорт эмоцияларын бас деймейушісі, біздің серкесіңіз ғана емес, жақын досымызды олды. Сонымен қоса, олар 200 мунтенге қытықтау бонусын беретінің атабы өткіміз келеді. Сондықтан, төмендегі сілтеме бұнша, өтіңіздер. В целом, то, что мы находимся здесь и записываем бодкаст, охота поблагодарить нашого друга из команды Амкал, вы знаете эту команду, тоже нашего товарища Германа Папкова, Вася Маурина студия, ему большой рахмет, он здесь рядом с нами сидит, так что как-то так уютненько по-дамашнему, ему за это благодарность. В целом, сейчас казахстанский футбол на подъеме, да? Реально, мы Лиги наций на первый месяц закончили, сейчас поборемся за путевку на чемпионат Европы. И в целом, футбол и медиафутбол, все развивается. Ваше мнение, и с кем вы вообще общаетесь? Кто вас поддерживает из сборной, казахстанайбл тебя, и ты вот с кем общаешься? Как вы думаете, что ты делаешь? И я не знаю, что ты делаешь. Неыдем. Кто любит кредит, не расчет 읽ать? Я был в топинге с новостью, когда живут мир еще даже и упередал много игрок. Не обмотал от этого участка, но отмотал от себя на кей-то, и мы тогда уже играли. Как я говорю? Я говорю, что ты делал военные, и приведил кyu, и ислам. Дима, ты вообще с кем общаешься? Я больше с кем. Игра по молодежным сборам И-21, Рэма Разов, Армаш Кенесов изначально тоже вызывался. С Игорем Шацким мы вот, когда в шахтере играл, я с ним весь сезон прожил, считай, вместе. С Мишей Габшем тоже в шахтере пересекались. А так мало с кем. Национальный еще Макс Кенесов. Да? В принципе, так же у тебя все впереди. Скоро возвращается Ислам Хан. И Ислам Хан тоже должен был быть в нашей команде. Не знаю почему, блин, у него все решает агент. У тебя тоже все решает агент? Нет, я позвонил, обговорил этот момент. Без проблем сказал. Я же говорю, Айбол, у нас есть ряд проектов, которые Айбол, Абикен, скорее всего, хочу заранее сказать, то, что он будет работать в структуре SD Family и будет с нами вместе развивать детский футбол. И вот после МФЛ у нас есть глобальные мысли по развитию и Айбол ты там будешь дай бог в Алма-Ате рулить, двигать. Мы разговаривались, и вон там сидит Куня, совет его друг липучка каждый раз вижу, как жвачка не отстает от него. Вообще не хотели, чтобы он сюда приезжал. Вот. Все знают, что мы сейчас находимся в Москве, и за это огромную благодарность хотелось выразить нашим партнерам. Это 1xbet, спонсор спортивных эмоций, и, конечно же, Джусан, и Пана-отель, пятизвездочный отель в Москве, в котором мы сейчас живем. И, ребята, вот серьезно говорю, по сравнению с первым сезоном, как мы жили и как мы играли, и сейчас я считаю, что у нас прям все шикарно. И все условия для того, чтобы реально победить в этом сезоне, даже сидит Вася, да, думает, что он рассказывает, но все равно, да, как бы я думаю, что у нас хороший состав, прям такой баланс и медийного, да, вот состава, и футбольного. Ваш настрой на МФЛ? Айбол? Сейчас лучший пока в МФЛ, а Дима, батяк, наверное, скоро раскроется, в МФЛ, но сендерин, бірнші сезонда, ойндарын, отель, губанасты, ойламой мем? Мен, маунжок, просто бір сезонда. Отель, ойл, 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 отель, ойл, Барлык керек затын бәрі бар, тамағымыз уақытында таза. Киім жуылы, киім жуылы бәр. Енді осында и калайот болға. Конечно. Біздің енді басты мақсат, әрене, Мфелты ықытыл. Недарын атағын көтер өсі. Рахмет. Баскөеде, Ресе елінде бір сайында бар күшіміз саламыз отуға. Да, вақыт көрсет. Отамыз деген сейінгеміз. Бар күшіміз саламыз. Рахмет, рахмет. Атағымды көтерімде ватруға. Блин, реально, очень приятно. Ну, Димка, че там? Да, как вы уже сказали, в хороших условиях все проживаем, питание, гостинице. Хорошая команда собралась. Мне казалось, и там лошады. Да, это переводчик. Реально. Так что все предвещает, что хорошо выступили. Реально со стороны, вот вопрос сразу, у меня сейчас назрел такой, со стороны SDFM или как выглядит, скажи мне, пожалуйста, потому что я внутри и я как бы не понимаю, как мы выглядим со стороны, если честно сказать. Не знаю, мне как всю жизнь в Казахстане жил, играл, мне приятно с вами. Родные. Ну, ты, короче, наш клуб не воспринимаешь, как наши некоторые там хейтеры, блин. Клоуна да цирк, это не футбол. Если б это был цирк, играл бы у нас Айболобетен, правильно? Клоун. Я бы играл бы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Трай, трай. Нет, ну, ребята, все, короче, давайте подытожим. сегодняшний выпуск, самое главное, и это было очень важно, да, вот, передать нашу мыслю, или как там будет правильно, да, мысля, то, что батчик на время в SD Family, мы ни в коем случае его не будем губить, мы хотим, чтобы у него все получилось. Айбола Бекена, это все, наш постоянный игрок, лидер нашей команды, который будет нас только тащить, надеюсь, будет тащить. Низ. Нет, только вверх. И давайте последние ваши, ну, как бы, слова в сегодняшнем выпуске, давайте месседж передайте. Ребята, напишите в комментариях, вот, все говорят, что я очень стар для футбола. Нет, наоборот, они меня убивают, что я старый, потому что, вот, реально, 29 лет. Все, кстати, сейчас новозакон ушел, я молодым считаюсь до 35 лет. Рахмет, 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 им-ка, давай. Я все хорошо, тренируюсь, бегаю в команде, хорошо выступаем. Ну, ладно, ты в команде, что ли? Ладно, ребята, еще, все, давайте заканчиваем сегодняшний выпуск. Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживают. И, как сказал Айбол, Абикен, хейтерам тоже огромная благодарность, потому что благодаря вам мы работаем и мы каждый раз, то есть, стараемся. Вот, знаете, вот, наша задача, то есть, наша организация SD Family не стоять на месте, да, дай бог, вот, я всем говорил, конечная цель, чтобы наша команда профессионально играла в премьер-лиге. У нас уже в следующем году, дай бог, будет уже свой футбольный дом, это уже можно называть фактами, да, и будем потихонечку развиваться медленно, но верно идти к своей цели. И стоит еще отметить то, что после МФЛ нас ждет тоже большой турнир в Англии. И по приезду, как всегда, я буду бегать, работать, искать деньги, так что… Продавать имущество? Нет, я уже, честно, вот Арчи говорит, чтобы я продавал имущество, уже, да, я богатый человек, но я не хочу уже что-либо продавать, потому что 9 лет, я считаю, что мы хорошо поработали, теперь должны просто в нас поверить наши партнеры, и, как вы видите, мы будем только становиться лучше и лучше. Обязательно подписывайтесь на наш канал, мы работаем для вас. As the family, вперед! Субтитры создавал DimaTorzok. Хейтпендер, 4 человек из-за пьерсы. Кезисемзель. Красавчик! Все, красава!